Зелёные насаждения появились в парке «40 лет победы». «Берёзы» высадили сотрудники Центра охраны окружающей среды и предприятий округа. Приурочена к 9 мая посадка. То есть, горожане города изъявили желание самостоятельно поучаствовать в посадке. То есть, заготовили сами саженцы, поехали. И вот высаживают сейчас на территории парка «40 лет победы». Напомним, что сейчас в округе проходит двухмесячник по благоустройству. За это время силами студентов и жителей города высажено около тысячи деревьев. Митинг памяти прошёл на привокзальной площади. Ветераны и участники Великой Отечественной войны, студенты, ученики школ округа собрались почтить память погибшего в годы войны работников железной дороги. В память о них возложили цветы к мемориалу. Перед собравшимися выступили творческие коллективы. А школьники подарили ветеранам и участникам войны открытки и цветы. Председатель Думы округа Николай Рудь также поздравил их с Днём Победы. «Подвиг защитников Отечества и тружеников тыла стал для всех поколений россиян высшим нравственным ориентиром. Особую роль в годы войны сыграли железодорожники, в том числе наши земляки». За последние несколько лет кража регистрационных номеров набирает обороты. Воруют их, как правило, для вымогательства денег с автовладельца. Владимир Путин подписал закон, который регламентирует все подробности ответственности за нарушения. Максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы до одного года, если кража совершена одним человеком, либо штраф до 200 тысяч рублей. Но в законе предусмотрено наказание для группы лиц. Штраф до 300 тысяч рублей, или обязательной работы, либо исправительной работы, или лишения свободы. Такая суровая ответственность позволяет отнести хищение номера к преступлениям средней тяжести. Полиция взяла по стражу 59-летнего преподавателя сельскохозяйственной академии, который склонял 21-летнюю студентку к разврату. Напомним, в феврале этого года обвиняемый якобы для проведения со студенткой практического занятия по специальности привез ее на ферму село Дубки. Возвращаясь обратно, он стал склонять ее к развратным действиям, угрожая плохими отметками. Девушка пыталась бежать, но злоумышленник ее удержал и изнасиловал. Девушка пыталась бежать, но злоумышленник ее удержал.